Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рад вас приветствовать. Сегодня в этом видео хочу вам показать простой способ, благодаря которому можно привести сухую кожу стоп в полный порядок. Если у вас серьезные проблемы, то есть, ну, такой запущенный случай, так скажем, на стопах, то есть много грубой шершавой кожи, есть мозоли, есть трещины, значит, сухая кутикула, все это очень быстро можно удалить одним рецептом. Я им пользуюсь много-много лет и сейчас с удовольствием им с вами поделюсь. Значит, смотрите, я сегодня буду счищать вот такую вот сухую окрубевшую кожу и приводить в порядок пятки. На пятках очень много трещин, они не кровавые, но такие достаточно глубокие и много-много вот такой вот грубой кожи, то есть прям такой толстый слой натоптышей. Такую грубую кожу нужно, конечно, сначала хорошо распарить. Я это делаю следующим образом. Беру 3 литра горячей воды, но не обжигающей горячей, значит, добавляю 1 столовую ложку нашатырного спирта. Нашатырный спирт прекрасно размягчит кожу и он хорошо затягивает трещинки. Нашатырного спирта добавила 1 столовую ложку и добавляю где-то примерно горсть морской соды. Опускаю ноги и держу минут 30-40. Раньше такие ванночки я всегда делала горячая вода, нашатырный спирт плюс пищевая сода, но стала замечать, что сода, вот если передержать, она размягчает не только грубую кожу, не только натоптыши, но и живую, то есть молодую кожу. Это, конечно, не нужно делать, иначе вся ваша шершавость на стопах очень быстро вернется. Поэтому я пищевую соду заменила на морскую соль, и мне понравилось больше. То есть прям такой хороший эффект и на коже, и на ногтях они становятся более эластичные. Вот если у кого ногти плотные, плохо подстригаются, то после морской соли они подстригаются легче. И сам ноготь становится блестящим, мне понравилось. И, друзья, еще хочу сказать, вот если вы делаете очень много в интернете рецептов, ноги распаривают в ацетилсалициловой кислоте, либо прикладывают к натоптышам ацетилсалициловую кислоту. Так вот, тоже из собственного опыта могу вам сказать, что аспирин очень сильно делает ногти грубыми, жесткими, их потом просто невозможно подстригать. Они становятся толстые, то есть ноготь уплотняется. Имейте это в виду. Поэтому для меня самый оптимальный вариант – это морская соль, которая хорошо контактирует с вашей кожей, и нашатырь, который все прекрасно размягчит. Итак, друзья, прошло где-то примерно минут 20, но я посмотрела, кожа уже очень хорошо чистится. Вот если ее руками вот так вот скатывать, она будет шикарно скатываться и чистится даже ногтем. Вот смотрите. Поэтому сейчас самое время взять пилку и приступить к чистке. Но я говорю, что можно даже руками почистить всю-всю эту грубую кожу, причем не только на пятке. Вот смотрите, как на пятке хорошо. Вот она вся счищается, она удалится под ноль. У меня пилка и по сухой, и по влажной коже. Все, друзья, чистку я закончила. С удовольствием покажу вам результат. Смотрите, как преобразилась кожа. Во-первых, пальцы. Абсолютно нет сухой кутикулы. Вся кожа розовая, вся кожа свежая. Значит, дальше, смотрите, здесь был толстый слой натоптыши, толстый слой сухой кожи, все удалила. И самое главное, пятки. Сейчас покажу всю стопу полностью. То есть, вот, смотрите, все выглядит прилично. И пятка. И покажу вторую ногу, тоже нет, кутикулы сухой. Вот такая вот пяточка. То есть, максимально все, что можно было с кожи, я удалила. То есть, теперь все выглядит прилично. И дальше покажу вам свой уход за такой грубой, шершавой кожей, склонной к нарастанию толстого слоя натоптышей. Значит, что я делаю? Значит, во-первых, вот эти вот трещины я заполняю кремом. Есть у меня вот такой вот крем Заживин. Его можно купить в аптеке, можно купить в магазине Фикс Прайс. Видела, по-моему, даже в Галамарту. Он очень недорогой, он универсальный. Это бальзам. У него хороший состав. Я его покупаю летом от укусов насекомых. Вот, друзья, лучше средства просто нет. Маленькую капельку из утра от укуса проходит мгновенно. И очень хорошо этот крем работает вот именно на пятках. Наношу. Он не толстый, он не жирный. То есть он быстро впитывается. Буквально несколько минут. И можно уже одевать носочки. Что угодно. Лучше, конечно, на ночь. У него такой приятный аромат. Чем-то напоминает бальзам Звездочка. Но не такой резкий. И вот эти вот трещины на пятках он отлично заживляет. Особенно, если у вас кровавые трещины, то этот крем вам поможет. И, друзья, делаю очень хорошее самодельное средство, которым тоже смазываю пятки, смазываю стопы перед сном. Беру бутылёк глицерина и добавляю туда одну чайную ложку нашатырного спирта. Раньше я добавляла уксус. Но мне кажется, уксус очень сильно сушит кожу. То есть какое-то время эффект от уксуса с глицерином есть, а потом, видимо, кожа обжигается и начинается обратная. То есть кожа начинает сильней шауршиться. Поэтому я глицерин смешиваю с нашатырным спиртом, потому что нашатырный спирт будет каждый раз, когда вы его будете наносить, даже в небольшом количестве, отлично смягчать кожу. И добавляю облепиховое масло. Вот потому что у меня такая кожа шершавая, и вот чтобы вот эта вот шершавость проходила, то есть чтобы кожа хорошо регенерировалась, обновлялась, заживлялась, я использую облепиховое масло. Вообще облепиховое масло – это моя палочка-вручалочка везде. И вот в эту смесь я добавляю примерно одну чайную ложку облепихового масла. Вот у меня бутылёк уже готовый. Лучше, конечно, делать на ночь, потому что облепиховое масло немножко окрашивает кожу. То есть есть у него такой рыжий пигмент. То есть смазываете стопы и надеваете носочки. Ну, какие-нибудь цветные, чтобы не замарать ни постельные, ни носки. И всё. Утром кожа мягкая, гладкая, бархатистая. И самое главное, вот эта вот шершавость стоп проходит. Попробуйте, друзья. На этом, друзья, у меня сегодня всё. Надеюсь, что видео было полезным. Я думаю, что каждая хозяйка к Новому году экономит каждую копейку. И вот этот способ поможет привести ноги в порядок, не тратиться на салоны. Значит, друзья, подписывайтесь на мой канал в Телеграм. Ссылочку оставлю под видео. Там каждый день новая порция интересных, полезных советов. Присоединяйтесь к нашей дружной команде. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем пока.